Самые главные скандалы случаются не между людьми, а в головах. Это понятно? Потому что как только два человека начинают жить вместе, начинается что? Начинаются недомолвки, опущения, начинаются обобщения, так? И начинается что? Начинаются искажения. Искажения. Вкратце, по поводу опущений и всего прочего. Значит, что нужно, сейчас расскажу для того, чтобы поругаться. Правило, да? Первое, что нужно? Опустить информацию. Ну, то есть просто не говорить друг другу, что тебе нужно. На что тебе не понравилось, что тебе понравилось. Просто не нужно об этом говорить. Не говорить. Более того, желательно еще забывать хорошее. Мордочку и лица скорчить, например, что тебе что-то не понравилось. А что не говорить? Раз. Второе, хорошее забывать. Ну, привыкать очень быстро, потому что, в принципе, и так же все нормально, да? Это раньше было прекрасно, когда утром просыпаешься и видишь. И говоришь, доброе утро. А сейчас-то какой смысл говорить? Логично? Ну, это что нормально. Это как раз нормально. Зачем на это обращать внимание? Всего. Эту информацию опускаем. Сравнивать с не случившимся. А что? Сравнивать с другими. Да, как я и говорю, сравнивать с другими. А вот Вася, или, например, Петя, Вася своей Маруси, Петя своей Даши, он, например, вот совсем другое. Или, а вот Наташа, например, своему делает. Если первый шаг – это просто опущение, простое опущение, то сравнивать с другими – это уже сравнительное опущение, да? Неопределенный глагол. Неопределенный глагол – это, сами понимаете, ты меня не любишь. Или ты меня не понимаешь. Вот еще тоже чудесный, чудесный глагол, потому что есть глаголы понятные – прикасаться. Здесь мы уже можем конкретику обсуждать. А вот, например, любить. Помните, мы уже говорили с вами о том, что вообще-то под любовью люди понимают разное. Для кого-то любить – это смотреть друг на друга. Для кого-то любить – это прикасаться. Для кого-то любить – это разговаривать. Что у нас дальше? Номинализации. Отношения. Делать выводы и фиксировать. Это не любовь, это не отношения. То, что между нами – это не отношения. А вот еще так, бытовуха заела туда же, да? Да, да, бытовуха. Прекрасно. Быт засосал. Быт засосал, да? Ну и эти самые, как они называются, неопределенные референтные индексы. Опять ты за это. Взрослые люди так себя не ведут. Ты же мужчина, да, вот тоже очень хорошо. Ты же мужчина. Значит ли это, дорогие мои, что мы теперь не должны шифроваться? Нет, не значит. Потому что если речь идет о позитивном опыте, дошифруйтесь, Господи. Да не говорите, да еще что-нибудь. Но если речь идет о негативном опыте, понимаете, если речь заходит о том, что как раз два человека начинают быть недовольны друг другом, вот там вот это вот все вылезает на первый план. Следующим за опущением, потому что чем больше информации опускаются, тем больше люди переходят к чему? К обобщениям. И вот по большому счету это уже второй этап развития негативных отношений. Если сначала люди просто смалчивают, молчат, говорят, да ладно про себя, или говорят о том, друг другу высказывают претензии, но в такой форме, то дальше уже начинается обобщение. Обобщение по принципу «ты должен». Нормальный человек так никогда не сделает. Упрекать в невыполнении обязательств создавать ограничения друг другу. Помноженное на первую часть, когда еще об этом не говорится, это дает фантастический эффект. Распространять один опыт на целый класс «ты всегда так делаешь». Распространять негативный опыт на всю историю «ты всегда так поступал, ты никогда этого не делаешь». «ты всегда так делаешь». Вечно ты. Вечно ты. Все нормальные люди поступают, а ты не поступаешь. Сережа закивал. Видимо, что-то знакомое услышал. Я тут многие срезонировал. Я так понимаю, услышали что-то знакомое. Нормально, да? И, наконец, пресупозиции. Предполагать всякие гадости. Предполагать всякие гадости. Приписывать негативные намерения. Ты опять. Ну там, опять. Предполагать гадости. Приписывать негативные намерения. Подразумевать гадости. Подразумевать гадости. Себе в голове думать гадости. Приписывать и подразумевать гадости. Зачем ты меня… Да, да. Прекрасно, Саша, гениально. Зачем ты меня провоцируешь? Вот она. Вот она фраза. Школа жизни. Пожалуйста, пожалуйста, запишите. Потому что если вы хотите кому-то действительно испортить день, идем дальше. Ты причина, я следствие. Причинно-следственные связи. Ты причина, а мои неприятные ощущения – это твои следствия. Ты меня бесишь. У меня от тебя голова болит. Зачем ты меня провоцируешь? Ты в депрессию меня погружаешь. Ты вгоняешь меня в депрессию, да. Вот. Причинно-следственные. То есть обвинять другого в своих неприятных ощущениях. В своих бедах вообще во всех. В своих неприятных ощущениях и бедах. Хорошо. Да, ты творишь всю молодость у меня, короче, погубил. Всю молодость погубил. Здесь и обобщение, понимаете. То есть вот, понимаете, за всеми вот этими вот, казалось бы, ни к чему не обязывающими словами, что стоит? Стоит мощнейший лингвистический аппарат, понимаете. То есть который направлен куда? На то, чтобы испортить себе жизнь. Ситуация совершенно нормальная. Комплексные эквиваленты. Это приписывать поведению совершенно определенное негативное значение. Поведению. Что ты на меня так смотришь? Что я опять что-то не так сделал? Вот нормально, да. Что там дальше у нас? Чтение мыслей. Чтение мыслей. Прекрасно. Думаешь, что я дура совсем, да? Не догадаюсь, да? Думаешь, я не догадаюсь, что ты? За кого ты меня принимаешь, да? То есть ты что, вот подумал, что вот эта отмазка сработает, да? Читать, конкретно читать негативные мысли. Читать исключительно негативные мысли, нормально. В отношении себя и отношения отношений. Утраченный перформатив. Утраченный перформатив. Это что? Сыпать мемами, ага. Оценивать действия другого человека, с точки зрения вековечной мудрости. Негативно оценивать. И это вот то, каким образом люди используют лингвистику, для того, чтобы сделать плохо себе, другому и всем. Нормально? Продолжение лекции и много других полезных фишек вы увидите в нашем онлайн-курсе «Секреты счастливых отношений». Ссылка на курс в описании этого видео. Поскольку информация может быть полезна не только вам, но и многим другим людям. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok